Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами кратенько обсудим и выкатим на несколько каточек крайне странную машинку. Честно говоря, в моем списке странных машин эта машинка занимает, ну, где-то, наверное, ну, скажем так, не занимает, но явно входит в первую пятерку, а может даже и тройку странных машин. Первая странность, которая, ну, видна изначально, это то, что вот башня и сверху башня, а вообще основное орудие здесь сбоку, короче говоря, такая себе непонятная пирамида из башен. Окей, хорошо, пропускаем этот момент, машинка историческая, с нее рисовали, ну, с исторической машины рисовали, здесь копать особо глубоко не будем. Но давайте реально подумаем и обсудим, точно ли это СТ-шка, потому что наградили ее значком СТ, мне кажется, ну, как-то просто ошибочно. Скорее всего, просто когда награждали ее вот этой вот, ну, ромбиком-значочком, да, скорее всего, просто кликнули не туда, куда надо и вот как-то вот, вот здесь вот ошиблись и выбрали себе именно ромбик вместо перевернутого треугольника. Потому что по всем, в принципе, показателям, ну, это должна была быть явно ПТ-шка, но не похожа она на СТ никоим образом, башни нет. Углы сведения, да, сейчас посмотрим, но, ребят, все равно, играть без башни СТ, ну, как-то не СТ абсолютно. По бронированию тоже больше похоже на ПТ-шку, сейчас заценим непосредственно в бою. Ну и, честно говоря, вот, посмотрев на характеристики орудия, все остальное непосредственно в замесе оценивать будем, давайте посмотрим, что она имеет. Она имеет очень хорошие углы склонения вниз, минус 9. Почему хорошие? Потому что, в принципе, ну, как для ПТ-шки, да, угол склонения вполне нормальный. Для среднего танка, вот, без башни, который играется, я бы сказал, что не очень, но и тем более, с учетом всех вот этих вот надстроек из башен в виде пирамидки сверху, как бы от холма-то особо не поиграешь, ну, короче говоря, как-то, ну, непонятно. Окей, хорошо, средний урон 160 единиц. В принципе, ну, как бы для четвертого уровня, согласитесь, нормальный урон 160 накидывать через каждые неполные 8 секунд. Опять-таки, практически 8 секунд перезарядки, согласитесь, такая перезарядка, как правило, встречается больше у ПТ-шек, чем у СТ-шек. Урон в минуту, ну, по сути, честно говоря, какой-то такой странненький. Я бы даже сказал, для этой конкретно машинки он никчемненький. То есть, по-честному, ну, ни о чем. Да, как для четвертого уровня, да, окей, цифра нормальная, но явно не для этой машины. Разброс, ну, заценим сейчас в бою, время сведения тоже сейчас посмотрим. Я что хотел сказать. Бронепробитие 106 единиц. Запоминаем вот эти две цифры, 106 и 160. Быстро выпрыгиваем и смотрим на СТ-шку, тоже четвертого уровня, тоже коллекционная. Т-28. И смотрим на орудие. В орудии 85 единиц пробития и 140 единиц урона. С таким же плюс-минус временем перезарядки и чуть меньшей цифрой по урону в минуту. Время сведения и разброс на 100 метров, ну, крайне схожи. Поэтому, в принципе, если брать за основу, допустим, там, бронепробитие и урон, то вот это показатель СТ-шки. Может, не сильно хороший показатель СТ-шки, но это показатель СТ-шки. А вот вам, ну, тоже якобы СТ. Теперь давайте посмотрим на ПТ-шку, тоже коллекционную, тоже четвертого уровня. Смотрим на ее орудие. 110 единиц на Ли у нас 106. И средний урон тоже 160. Окей, и на Ли 160. И время перезарядки, ну, 8 там с копеечкой секунд, но танцует ближе к восьмерке, да? И урон в минуту, ну, как бы больше похож на Ли, чем на средний танк. Соответственно, у ПТ-шки и должны быть такие показатели. На базовом Хедзере, допустим, если мы глянем, тут немножко тоже, ну, 8,5, 110, 160. Ну, танчики просто очень похожи. Короче говоря, к чему говорю? Говорю к тому, что по всем показателям это явно должна была быть ПТ-шка. Каким образом они сделали из нее СТ, я, честно говоря, не знаю, чем думали разработчики, наделяя ее именно этим статусом. Но, так или иначе, давайте закатимся в бой, посмотрим, чего это ПТ-СТ может в бою. И, я думаю, сыграем мы сначала на ней именно как на СТ-шке, а потом попытаемся на ней немножечко по ПТ-шить. Ну, и посмотрим, на кого она больше похожа. Повалили быстренько гнать наших врагов к рубежам. Я надеюсь, что у нас сейчас все получится. А пока мы загружаемся в бой, хочу попросить каждого из вас обратить внимание на вот этот маленький желтый шильдичек в правом нижнем углу. Наведите, пожалуйста, на него мышью и быстренько можно будет подписаться на мой канал. В один клик просто нажать подписаться. И вы уже будете подписаны на канал, вы будете иметь информацию о свежих видео, вы будете иметь возможность смотреть их первыми. Ну, а я пытаюсь снимать для вас хороший качественный контент. Для вас это действие буквально одна секунда, а для меня это существенный ваш вклад в развитие моего канала. Спасибо вам огромное за благовременно, за то, что подписались. Итак, ребята, давайте первое, как обычно, заценим подвижность данной машины. По подвижности данная машинка что собой представляет? Да ничего особо она собой не представляет. Вот обратите внимание, она не едет как СТ. Вот рядом едет СТ, да? А вот едет типа СТ. Ну вот согласитесь, она по всем вот своим как-то вот этим вальяжным таким поворотикам, но не похожа она на СТшку, все-таки больше похожа на ПТ. Что касается времени сведения, ну вот вам время сведения. Согласитесь, на СТшку тоже не очень похоже, больше похожа на ПТшечку, которая должна наносить урон и, соответственно, ее тогда обделяют скоростью сведения. Что касается точности. Точность у пушки на среднем расстоянии довольно неплохая. И согласитесь, пробитие в виде 106 единиц, ну, довольно неплохо, потому что сейчас мы прошили тяж и нам это не составило труда. Возвращаясь к точности, вот она точность, мне кажется, что она крайне комфортная, крайне приятная. Вот сейчас немножко мазанули, но мазанули именно из-за того, что А-20 все-таки испугался и откатился назад. Стоял бы он на месте, я думаю, что сейчас он был бы в ангаре. Теперь, отыгрывать на этой машинке, как на СТшке, мне, честно говоря, ну прям крайне сложно. Особенно вот это боковое расположение башни, особенно, ну, на левом фланге с правым орудием, отыграть, я думаю, крайне сложновато откуда-то вылазить. Что касается закрутить ее, ну да, закрутить эту типа СТшку, я бы не сказал, что сильно легко. Но, честно говоря, особого комфорта, ну, не знаю. Вот ездишь ты и все равно с ощущением того, что ты поехал на ПТ, на линию СТ, там, где тебе абсолютно не место. Углы наводки вверх. Мне, честно говоря, очень комфортно, циферка хорошая, и эта циферка крайне хорошо оправдывается в бою. То есть, в принципе, отыгрывает она вверх на холм, ну, крайне приятно. Так или иначе, шотит она тоже довольно хорошо. То есть, сказать, что чего-то как-то в ней не хватает, ну, абсолютно нет. Вот сейчас мы проиграли просто по какой-то непонятной глупости, потому что наша команда не удосужилась поехать и просто сбить этот захват. Я думаю, что если бы захват сбили, но, соответственно, и, ну, как бы, победа была бы явно в руках. Поэтому ощущения, честно говоря, от данного боя у меня остались какие-то такие очень странные, я бы даже сказал, частично неприятные. Что касается результативности самой машинки. 1220 единиц урона, я округляю. Два сделанных фрага. Ну, я считаю, что плюс-минус заслуженные данные фраги. Что касается результативности по серебрухе, то 15 тысяч серебра, с учетом того, что у меня, по-моему, отключены полностью все бустеры. Но, соответственно, честного навара. И что касается нашей результативности по бою, ребят, мы заняли первое место в команде по урону. И обратите внимание, с каким просто сумасшедшим отрывом. Ну, просто сумасшедшим отрывом, ну, по сравнению со всей командой. Ну, и с учетом того, что, в принципе, мы практически выиграли. То есть, если вы посмотрите на урон вот здесь, то вы поймете, что наша команда реально, ну, вела по урону. И, соответственно, у нас явно должна была быть победа в кармане. Ладненько. Бок с ним. Сейчас чутка сделаю тише звуки в игре, потому что мне кажется, что мой голос будет плохо слышен. И закатываемся сразу в следующую каточку. Сейчас попытаюсь на данной, хотел сказать, ПТ-шке, на данной СТ-шке. Я хочу попробовать отыграть именно как на ПТ. И мы посмотрим на результативность этого боя. Я попытаюсь не лезть на рожон, попытаюсь стоять где-нибудь на третьей линии. И с нее попытаюсь повыцеливать, поотстреливать. Что же касается стрельбы на дальних расстояниях, пока не знаю, что сказать. Сейчас заценим. Ну, и, соответственно, вместе с вами на это все дело посмотрим. Ну, а пока нас забрасывает в бой. Если вы, ну, в предыдущий раз не оформили подписочку, то у вас есть сейчас пара секунд свободного времени на то, чтобы это сделать. Также буду очень благодарен, если вы поставите лайк этому видео, напишите что-нибудь в комментах, ну, и, соответственно, поделитесь каким-нибудь собственным субъективным мнением, если оно будет альтернативным моему. Ну, а если не будет альтернативным, тогда поддержите мою позицию в отношении конкретно данной машинки М3Ли. Итак, погнали, ребята, попытаемся ППТ-шить. Я думаю, что особой результативности у нас не будет по одной простой причине, потому что преобладающее большинство противников это СТ-шки и ЛТ-шки. Нам ничего не остается, как быстренько сковылять на ту сторону, ну, и, соответственно, там попытаться отыграть на линии тяжелых танков. Попытаемся поотстреливать по ним. ПТ-шки заняли свою стандартную позицию. Честно говоря, для Олекта, по-моему, эти позиции, ну, не совсем удобны. Все-таки машинка низкая, ну, и, соответственно, выше домов смотреть сложновато. Итак, вот наш первый враг. Матильда решила поотстреливать на расстоянии, скорее всего, вылазить не будет. Доберут ее явно без нас. Но не получается по ПТ-шить, честно говоря. То ли карта не та, то ли разъезд не получился, так что прям занять линию ПТ. Сейчас попробуем отыграть по Хедзеру. Ну, заодно заценим. Ну, вот по всем ощущениям, ребят, ну, честно говоря, вот сейчас вообще не понял, куда снаряд пошел. Честно говоря, все-таки по ощущениям эта машинка играется именно как ПТ-шка, а не как СТ. Ну, не знаю почему. Наверное, вот это вот отсутствие башни, оно довольно серьезно сказывается на ощущениях того, как ты водишь этот танк. Так, к нам приехали уже с тылом. Сейчас попробуем сюда бросить. Не успели добрать. Такое тоже бывает. Жалко, конечно, что не получилось занять именно какую-нибудь позицию ПТ где-нибудь на горке или в кустах и поработать на расстоянии. Но в целом, плюс-минус, я думаю, что идея абсолютно понятна и абсолютно справедливое заявление, мне кажется, по поводу того, что все-таки что-то разработчики перепутали. Что-то здесь не то. Как-то не так она должна была быть выставлена в игру и, соответственно, она должна была быть явно танчиком, который, ну, работает на третьей линии, а не находится на первом фланге. Итак, со счетом 7-0 бой закончился. И сейчас быстренько зацениваем. Я все-таки зайду еще в одну каточку и попытаюсь занять позицию конкретно для ПТ-САУ, потому что... Ну, ПТ-САУ, ПТ-шки. Потому что, честно говоря, вот этот бой для меня не был показателен абсолютно никак, а у меня все-таки желание разобраться, кто это такой. И так, ребятки, вот мы в бою. Поеду сейчас на стандартную позицию для ПТ вот туда, на горку. И попытаюсь там постоять. Ну, вот, допустим, вот здесь на горочке стану, попытаюсь поотстреливать по СТ-шкам, которые явно должны быть здесь на горе. Ну, если они, правда, не обманули нас. Ну, вот есть ЛТ, допустим. Вот СТ-шка пролазит. Ну, короче говоря, братцы все собрались здесь. Ну. Ну, выходите, хоть кто-нибудь. Хватит стесняться-то, в конце концов. Так, вот СТ-шка наглеет, получает на 1700, ну, на, господи, на 174, хотел сказать, на 1740. Прибавит себе, решил, немножко результативности. Ну, слушайте, ну, работает она именно как ПТ-шечка. Пускай не сильно, не сильно точная, но как ПТ. Согласитесь. Скорость полета снаряда, конечно, оставляет желать лучшего. Летит на дальних расстояниях, ну, прям совсем большим, да, таким вот, большой кривой, да, вот, закладывая сверху. Но, в целом, честно говоря, мне вот эта машинка сейчас больше нравится именно в роли ПТ. Я вот как-то склоняюсь к этому. Если вы с этим не согласны, пожалуйста, напишите. Любое альтернативное мнение, оно всегда ценно, всегда интересно. Ну, и плюс к тому, ребята, которые будут смотреть это видео и читать комментарии, смогут подчеркнуть для себя мнение не только того, кто делает обзор, но и человека, который тоже имеет какое-то свое собственное мнение. Да, пушка, честно говоря, ну, я бы сказал, косая. Вот на таких вот средне-дальних расстояниях она точностью как-то вот не отличается совсем. То есть она летит как-то вот куда бог пошлет. Вот послал он там чуть левее, значит, чуть левее полетит. Чуть правее, значит, чуть правее. То есть точности все-таки у данного орудия так, чтобы работать прям на дальних расстояниях, не хватает. Больше как-то ориентируешься на везение и на то, что соперник не поедет никуда по одной простой причине, потому что скорость полета снаряда тоже оставляет желать лучшего. Ну, в общем, не знаю. Не знаю даже, как подсуммировать. Сейчас закончим бой, ну, а там дальше посмотрим. Да, Матильдочка бронированная. Пробить Матильду все-таки задачка не сильно легкая. Но, слушайте, пробиваю. Пробиваю со своим пробитием. В 106 Матильду пробиваю. А это приятно, потому что Матильда все-таки у нас тяжик и, в принципе, известна своим хорошим бронированием. Да, вот это вот боковое расположение орудия прям, ну, вот совсем дискомфортное. И как-то вот второй раз, что сушка. Я... Я понимаю, что сушка. Ладно, отвлекся немножко. Короче говоря, ребят, говорю к чему? Говорю к тому, что вот это вот боковое расположение орудия, оно просто капец какое дискомфортное. Потому что, если ты, не дай бог, к своему несчастью занял позицию, ну, под левую башню, скажем так, а не под правое расположение орудия, то, соответственно, отыграть нормально у тебя не получится, ну, однозначно. Так, сейчас поедем, попытаемся добрать Матильду. Слушайте, ну, не знаю, приятный танчик. Крайне приятный танчик. Крайне странный, но крайне приятный. Вот какое-то вот такое вот смешанное ощущение от данного танка. Я бы сказал, что оно у меня близится к позитивному и к фановому, чем к непониманию, что это все-таки такое. Итак, ребят, 1250 урона, 3 фрага, за это все мы с вами получаем 23 тысячи серебрухи и в нашей команде по урону занимаем свое опять заслуженное первое место. Я лично доволен, ну, прям как слон в посудной лавке, которому разрешили размахивать хорошенько задницей. Ну, вот как-то приблизительно так в моих руках играется М3 Ли. Я не знаю, есть ли у вас эта машинка. Может, если когда-нибудь заимеете, но, соответственно, зацените и, возможно, поделитесь собственным мнением в комментариях под данным видео. На данный момент у меня все. Возвращайтесь на канал, подписывайтесь на канал, нажимайте на волшебную желтую кнопочку. Я буду очень вам рад на своем канале и буду очень благодарен за поддержку и развитие моего канала. Также, если вы имеете возможность поддержать финансово, в описании есть ссылочка на донат. Бросайте донатики, буду покупать голдишку, все необходимое для того, чтобы снимать новые интересные обзоры. Спасибо вам большое, всего хорошего, до встречи в новых видео и, как обычно, всем искренне желаю мира и спокойствия.